Меня зовут Коплерова Полина, я читательница библиотеки номер 6 имени Маяковского, и в честь праздника Дня Победы хочу прочитать вам отрывок из книги Лилии Сорокиной «Дети Сталинграда» из рассказа «Хочу маму». Как всегда перед сном, Людмила Васильевна рассказывала своим девчонкам сказку. Долго не могли уснуть. Все спрашивали об Иване Царевиче, о Василисе Премудрой. Уже спрашивать было ничего, а вовсе не засыпали. Ребята ведь тоже боялись ночи. Наконец он взял свое. Она пошла посмотреть, как дела в других группах. Пришла в самую младшую. Лампы, видно, погасли только что. Пахнет гарью, керосином. Людмила Васильевна заскользила между кроватями. Тихо. И вдруг сзади нее раздался громкий шепот. Мама! Людмила Васильевна неожиданно для себя ответила, что? Что, моя хорошая, моя доченька? Тоненькая фигурка Людмила Васильевна склонилась над кроватью. Едва разглядела в темноте, кто зовет. Раечка Гончарова, маленькая мышка. Та самая Раечка, которая встретилась со своим братом в детдоме. Толя Гончаров был старшей сестры года на три. Учился замечательно, и о сестре заботился здорово. Вернуться бывало с прогулки, он бежит к краю, ощупывает варежки, валенки, чулки, не промоклали. Играл только с ней. А когда на горизонте появлялась опасность, много приходило в детдом желающих усыновить или удочерить кого-нибудь. Толя тащил Раечку в укромное местечко, и они там отсиживались, пока посетитель не уходил. Он столько пережил за время своей разлуки с сестрой, что боялся снова потерять ее. Так вот, эта самая Раечка была окружена самым что ни на есть заботливым вниманием, и все равно вспоминала и звала маму. А другие дети, у кого не было ни брата, ни сестры рядом, можно представить, как они тосковали. В эту ночь Людмила Васильевна решила, пусть Раечка Гончарова будет ее дочкой. Она станет брать ее на воскресенье домой, чтобы ребенок чувствовал домашнюю обстановку, знал, что и его кто-то ждет, любит. Такое желание у других воспитателей. Валентина Сергеевна Воронина, например, брала домой Юлющу, к Щелуконову. Милу Самойлову взяла к себе в дочке Антонина Васильевна Ломарева, повар детдома. Миля побывала в гостях у своей мамы, и ей очень понравилось. Хотя хатка у Антонины Васильевны была маленькая, в одно оконце, зато хозяйка была гостеприимная и веселая. В следующее воскресенье Миля привела с собой и Люсю Смарченко. Продолжение следует...